Сегодня о WebPilot, очередной нейросети, с которой можно поболтать о том осем. Хотя болтать о том осем я вам советую все-таки с людьми. А WebPilot использовать следующим образом. WebPilot имеет доступ в интернет и может прогуливаться по сайтам и выуживать оттуда информацию. Например, если вам лень искать контакты на сайте, можете попросить найти адрес канала в Telegram на сайте таком-то. Но обо всем по порядку. Хотя тут и говорить особо не о чем. Очень удобно, что здесь показывают загруженность сервера. Сейчас загрузка средняя, будет притормаживать. И тут обязательно регистрация. К сожалению, только через Google аккаунт. Не знаю, почему к сожалению. Регистрация нужна, поскольку здесь не Unlimited. На неделю дается 50 кредитов. Кредит — это, насколько я понял, один запрос. Количество токенов не учитывается. Лимит обнуляется по понедельникам. Как пишет сам WebPilot, они взяли за основу не чат GPT, а создали собственную модель. И в числе преимуществ одно сплошное бла-бла-бла. Не умеют эти нейросети сами себя презентовать. И вот чему им по-настоящему нужно учиться. Причем где-нибудь в Нальчике на рынке. Через час обучения будут продавать не только себя, но и лучшие в мире носки из козьей шерсти. На самом деле, основное достоинство WebPilot в том, что вы, например, берете URL-статьи, которую вам лень читать, и просите нейросеть кратко пересказать содержание. И она это незамедлительно делает. А потом вы просите найти автора этой статьи, и это она тоже незамедлительно делает. Нет, похоже, не делает. А, действительно, автор лаборатории исследования. Или, например, вы просите посмотреть, какая последняя статья вышла на сайте, и выясняется, что новая лейка. Понятно, что вам вряд ли понадобится узнавать, какие последние статьи вышли на каком-то сайте, просто показываю это в качестве примера того, как можно использовать сеть. Вебсерфинг — это дело, которое может легко убить часов пять в вашей жизни, если вам нужно найти что-то конкретное. WebPilot сделает это быстро, но, к сожалению, он не всесильный. Или ленивый. Когда я его попросил найти самый дешевый холодильник на сайте большого интернет-магазина, он сказал, что ему нужно больше параметров. Ну, типа, марка, сколько литров и так далее. А потом добавил, а вообще-то просто отсортируйте по цене, да и все. Ну, и надо сказать, в этом он прав. Что касается интерфейса. Тут все предельно аскетично. Тут диалоги, которые вы стартовали. Он их сам как-то называет, но можно переименовать. Нельзя. Странно. Можно. Это то, что называется Resent. А так вы и заводите новый диалог. Ну, и здесь информация об оставшихся кредитах и логаут. Ну, в общем, по сумме показателей стоит добавить в закладки и время от времени пользоваться. Лишним не будет. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...